итак хочу поделиться опытом утепления вот этой нише пристройка к дому дом сверху потолок я уже утеплил а вот здесь вот этой пристройки очень маленький зазор но сюда ну никак не достать кроме как крышу и шо ж можно сделать вот там такая полость очень-очень незначительная не покажу там темно значит что можно сделать принято решение утеплять базальт измельченный базальтовой ватой вот так он выглядит как же его туда затолкать конечно все советуют снять крышу металл снять доски поснимать и уложить утеплитель но я пошел другим путем купил вот такой аппарат это на 2 2 400 как оказалось наверное избыточные можно и менее мощный это садовый пылесос обыкновенный садовый пылесос который листья всасывает и вот сюда крепится мешок и собирает в мешок как садовый пылесос мне кажется очень неудобная штука поэтому они продаются недорого значит это было где-то 800 гривен ну не знаю получается около 35 долларов наверно можно купить люди избавляются потому что дома валяется никому не нужно значит вот это обыкновенный гофрированная труба на 110 алюминиевая растягивается на 3 метра из метра дальше я уголки 110 и канализацию запустил туда метра 4 сейчас уже два метра вытащу я уже начал вытаскивать сначала с одной стороны все затрамбовал теперь с другой стороны длина дома 10 метров поэтому 5 метров с одной стороны 5 метров с другой просто вот тут на веревочку этот у нас это называется мерлон или мерлен это обыкновенный утеплитель на канализационную трубу круглый такой вот я его к крепежу веревочкой привязал скотчем закрепил чтоб он не спадал и все сюда на скотч алюминиевую трубу она гнется и за счет этого удобно и вот хотя можно продлить и таким же мерлоном это 110 труба чуть-чуть залезла в мерлон скотчем замотал надежно и супер и вот туда поставил два уголка 45 градусов чтобы не резкий поворот вдруг забивал и все огонь забивает аж гай шуметь сейчас покажу как этот вопрос решается можно просто макать пылесос в эту массу но оно тогда кусками прихватывает целыми кусками за запихать пылесос поэтому я просто положил включаю и руками понемножку в перчатках конечно хоть лака и базальтовая но она чухается все ровно в перчатках и потихоньку подаю сейчас все покажу как это делается значит будет шумно я в наушниках так что не буду комментировать но вы увидите ну а Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас покажу как у нас продаются такие... Это не в строительном магазине. У нас в городе есть предприятие которое делает сэндвич панели. Они туда такой материал между двумя каркасами вклеивают. И куски размалывают и продают. Сейчас покажу как продается. Вот в таких мешках на этом производстве продают. 400 гривен это наверное где-то 15-17 долларов. 2 метра на метр. По весу абсолютно неподъемный. Килограмм 200 наверное. 10 мешков мне ушло на дом. 10 на 13 и флигель. 7 на 5 потолок. Мы выгрузили только карой на поддонах. И вот я перегружаю в небольшие мешки. Уже небольшими мешками ношу к месту. Сначала носил на чердак. А теперь к пылесосу. Чтобы задувать в полости. Получается нормально. Неплохой метод. Как получается сейчас покажу. Вот так получилось с этой стороны. Полностью заложено. И с другой стороны сейчас там лестница есть. И вот с этой стороны немножко граблями разгреб. В общем то вот так. Наверное она подсветит. Полностью доверху все забросало. Капитально. И тут в конце я немножко разгреб граблями. Ну собственно мне понравился такой метод. Делюсь с вами. Потому что он самый дешевый. Из всех существующих. Повторяйте. Ну и подписывайтесь на канал. Может быть у вас есть другой метод. Как можно сделать вот такую историю. Как можно заносить или расстилать такой материал. Поделитесь в комментариях. ОТРАХМПЕ, ОТРАХМПЕ, ОТРАХogo, ОТРАХМПЕ, ОТРАХМПЕ, ОТРАХМПЕС, сНsyc-ш Tipt порога, ОТРАХМПЕС, Use engagее по хожу чрезв sharpюмпси. Продолжение следует...